Приветствую всех заглянувших на этот небольшой бизнес-влог, в рамках которого я постараюсь показать вам самую что ни на есть жезу. Касательно типичного дня верчения в пекашном бизнесе в рамках моей деревни и о том, как может проходить один из выходных такого перекупского деятеля. Когда вся официальная работа осталась в былой трудовой пятидневке, а на отдых от всей рутины будет отведен следующий выходной. Смысл же данного видеоматериала наглядно продемонстрировать, что из себя представляет один из таких барыжных дней. И чтобы молодые начинающие бизнесмены в очередной раз задумались, хотят ли они действовать так же, а главное могут ли. Надеюсь будет интересно и приятного просмотра, ведь день обещает быть насыщенным. Приветствую всех заглянувших на это видео. Сейчас на часах ровно шесть, и как видите пока все кисы спят, бизнесмен уже полон сил и отправляется на свою выходную работу. День впереди обещает быть богатым на события, так что не стоит терять ни минуты. В планах же сегодня примерно пять точек в городе, несколько покупок и пара продаж, которые поступили среди трудовой недели. Это настольная пека на круглую сумму и пара ноутбуков. А на вопрос, как же заставить себя после тяжкой трудовой или учебной недели выйти на бизнес-поля, вместо того, чтобы смотреть мультики, я отвечу. Вот это на котян сама себе еды не купит. Поэтому стимул заработать сегодня однозначно имеется. Ну что ж, ноги в руки и идем бизнесменить. Итак, локация, где нас по идее ждет первый успех, это одна из центральных улиц нашего города, где мы договорились о покупке ноутбука за 13 косых. Это i5 Proz, какая-то там 700 или 900 GeForcina и 6 гигабайт DDR3. Само собой, цена неплохая, поэтому глубокой ночью мы успели договориться с клиентом раньше остальных перекупов. И теперь с самого раннего утра, как видите, по абсолютно безлюдным и безмашинным улицам, я иду этот девайс забирать. Пожалуй, именно из-за подобной самоотверженности, наша дружная бизнес-комьюнити успевает забрать лучшие товары по дешевке раньше прочих перекупов, которых лично я в нашем городе знаю аж три. Один барыжет всем подряд, другой исключительно ноутбуками, а последний вроде только китайской поеботой. Как понимаете, у него-то дела идут не самым лучшим образом. Мы же, благодаря своим транспортным трюкам и левым симкам, не палимся абсолютно нигде. Так что даже если составляем конкуренцию кому-то из этих барыг, знать они об этом стопудово не будут. И главное, это позволяет нам толкать им свои товары. А вот что они будут с ними делать, нас уже волнует не сильно. В конце концов, только на кэш от этих ущербных пек мы можем позволить себе именно те ноутбуки, за которым я сейчас и иду. Итак, сейчас перед вами наша первая трата. Коллега, откройте, пожалуйста. Как видите, весьма неплохой ноутбук. Пусть и немного пошатанный. Но, к счастью, пользоваться его будем не мы. Так что, недолго думая, забираем, чистим, обслуживаем и тут же выставляем на Авито где-то косых за 20. Конечно, это будет уже не сегодня, но, как понимаете, начало положено. А первая кровь нашему общаку пущена. Так что теперь отправляемся на следующую точку, где уже надеемся чуток подзаработать. Знаете, помимо компьютерной тематики, мне частенько приходят вопросы социально-экономического характера. В стиле, насколько вообще опасно продавать гретые видеокарты или такие же ноутбуки. Если речь идет о каких-то несчастных клиентах со вторички, которые об этом, естественно, не знают. Ну что ж, пока мы добираемся до точки, я могу вам на него ответить. Если прогретые ноуты и видеокарты вы продаете однозначным барыгам или пикашным ломбардам, это только благое дело. Поскольку они занимаются ровно тем же самым. Ну а если же лохом в этой ситуации оказываетесь вы, и приобретя какой-нибудь ноут или введяху по дешевке, замечаете, что их недавно грели, тут уже роль в вашей продаже могут играть два фактора. Первое, нежелание быть кинутым. Таким образом продаете этот девайс за ту же самую цену дальше, перенеся все его проблемы на следующего клиента. Ну и второе, если вы считаете себя дофига честным и ремонтировать девайс не собираетесь, просто выставляете его под объявлением на запчасти, где указываете все поломки, при этом, естественно, сильно теряя в цене и по факту все-таки лохом оказываясь. Опять же, не рекомендую и не призываю этим заниматься. Просто рассказываю, как оно есть. Сам же я категорически против продажи гретой техники каким бы то ни было клиентом, так как не особо хочется получать в морду, если вдруг у этого самого клиента девайс испортится. Но вот мой коллега в этом плане совершенно бессмертен и не расподобным промышлял. Но что самое интересное, даже после всевозможных угроз ему в стиле «верни деньги или мы тебе ебальник разобьем» никто так и не приехал. Что в очередной раз доказывает, что большинство вторичных покупателей сраные терпилы. Ну а теперь жизненная теория закончилась и мы переходим к практике. Здесь пойдет видео о компьютере, который мы везем на сделку. Это 1155 сокет на Asus-овской материнке, скорый третьим процессором внутри и дополненный 6 гигами Asus DDR3, 320 гиговым хардом, 650 GeForce на гигабайт и там по мелочи в стиле блока питания на 400 ватт. Разумеется, исходя из нашей стратегии не вкладывать в наш пекашный бизнес практически ни копейки, все эти детали достались нам чуть ли не бесплатно. Себестоимость всей этой пеки для нашего предприятия – 1200,3. Однако именно сейчас в комплекте с мышью, клавой и монитором, который Вайс подтянул из одного разорившегося предприятия, все это мгновенно уйдет за десятку. Во всяком случае, мы на это надеемся. Субтитры создавал DimaTorzok Мда, и теперь вы понимаете, насколько многословно проходят наши сделки. Что же могла тащить оставленная там пекарня? Ну, это 4-й Фоллэч, Дум 16-го, 5-я ГТАшка и 3-й Ведьмак. Но, разумеется, в рамках продажи была использована только GTA V, которая, кстати, непомерно долго у клиента грузилась. Такая вот дешевенькая для нас, но очень дорогая для клиента пекарня. С бесплатными для нас расходниками, которые мы обычно получаем, притворяя сервисом по утилизации оргтехники. Все постоянные зрители наверняка знают, каким образом ищутся подобные места, где можно практически бесплатно подтянуть любую оргтехнику. Если же вы здесь новичок, то знаете, что способов много, но самый верный из них это написать на Авито объявление в стиле «Утилизируем оргтехнику за свой счет». После чего смело можно рассчитывать на звонки от каких-нибудь эпэшек, которые не хотят заморачиваться с бумажками для списывания своих девайсов. Но зато таким образом наша производственная база наполнилась какими-то принтерами, кучей клавомышей и само собой мониторов. Но это так, к сведению. Сейчас у нас очередная продажа. На часах 12.03 и следующая сделка представляет из себя продажу телевизора за 700 рублей. Наверняка вы будете удивлены, но подобные пузатики до сих пор еще как раскупаются. И наш коллега с позывным «Водила» продолжает поднимать на них неплохие бабки. Но сегодня у него что-то типа выходного, поэтому, раз уж мы все равно в городе, его заказ взяли на себя мы. Попали, правда, мы не в самое удачное время в центр города, где сейчас обед и, соответственно, весь трафик стоит в пробках. Похоже, весь кэш от продажи этого телека уйдет на возмещение бензока, который мы здесь проебем. Ну и раз уж сейчас обед в разгаре, барыги тоже голодными не окажутся. Помните тот самый ноутбук, который был разобран на детали для восстановления лэптопа Трансмэта Крузо? Неужели вы думали, что после снятия с него всех пригодных запчастей, он становится бесполезным? После ролика эта кроха вновь была собрана и бесцельно валялась на полке. До сегодняшней недели, посреди которой ее удалось продать за три сотки, которые именно сейчас так удачно нашлись у меня в кармане. Таким образом, мы заказали себе вот этот вот шикарный обед в одной из кафешек в центре города. Здесь очень дешевая столовка, а кичунэ с хлебушком вообще дают бесплатно. Так что вот вам наглядное доказательство того, что никогда не нужно мелочиться продажей товаров за копейки. В критической ситуации даже эти пара-тройка сотен спасут вам жизнь. И пример наглядней того, что вы видите сейчас, мне не придумать. Ну и соответственно, следуя кредо нашего бизнес-комьюнити, все птички по дороге должны быть накормлены. Нужно поддерживать с ними хорошие отношения, в конце концов, никогда не знаешь, когда они могут быть полезны. Ну а если вы вдруг подписаны на меня в ВК, то еще и знайте, что они неплохие актеры. Так что свой хавчик однозначно заслуживают. Итак, на часах 3.15 мы едем на очередную сделку по продаже ноутбука. Это какая-то двухъядерная Тошиба-сателлит с дискретным видео. Батарея у нее рабочая, так что в этой продаже ничего особенного. И показывать работоспособность клиенту будем прямо с капота. Чего в случае наличия тачки советую делать и вам. Дабы не пускать к себе на хату каких-то непонятных пьяных объебосов. Но даже в случае, если батарея была бы неисправна, наша модифицированная тачка для продаж имеет 220 вольт в салоне. Так что с нее что настольники, что ноуты с угашными батареями можно толкать. Если же вы хотите модифицировать свою тачку точно так же, то нужно всего лишь загуглить. Инструкций в Рунете полно. Ну а мы в очередной раз остаемся с профитом в 5000 рублевских. И теперь движемся дальше. Ну и раз в рамках эксперимента в центре у нас была снята конспиративная хата для очередной продажи большого количества оргтехники, мы решили в ней немножко отдохнуть. На сегодня у нас остался последний заказ и назначен он на вечер. А под вечером я имею ввиду ночь. До дома отсюда далеко, а вот до клиента не очень. Так что до наступления времени Че пересидим здесь. А заодно теперь вы будете знать ответ на вопрос, когда это я успеваю пересмотреть все актуальные тайтлы. Ответ, как понимаете, на поверхности. Прямо в дороге. Итак, вот время Чеи настало. Сейчас 8 вечера, мы забрали все оставшиеся вещи с конспиративной хаты и отправляемся на последнюю сделку по продаже вот этого вот бесполезного Sony Vio за 4К рублевских. Да, не сомневаюсь, что ролик с ним в главной роли уже успеет выйти. Что ж, теперь вы знаете, каким образом он был продан. Клиентом, кстати, оказался упомянутый ноутбучный барыгой с самого начала ролика, который сам порой своих клиентов нагретые ноуты кидает. Возможно, к сожалению, но тот ноутбук, что мы сейчас самовезем, в прекрасном состоянии. Ну да, пару клавиш не работают, но он об этом знает. В объявлении все было написано. И помните, что даже по дороге вы можете продолжать мутить свой бизнес, выставляя объявы или договариваясь о сделках поблизости места, где находитесь. Естественно, забирая товар раньше остальных. Очень полезное умение, всем рекомендую. И вот на часах 10. Все заказы выполнены, и можно расслабиться, занявшись любимым делом. Ну, почти. Vice решил организовать праздничный ужин. В конце концов, день был профитным. Так что, пожалуй, именно на этих кадрах и подведем итог нашего сегодняшнего мероприятия. Итак, за сегодня наш минус составил 13к за ноутбук. Мы получили плюс 10 косых за установленный комплект, 700 рубасов за телевизор, 5000 за Тошибу и 4 косых за ушатанный Sony Vaio. Возможно, для кого-то таким уж большим профитом за день это не кажется. Но не сомневайтесь, приобретенный ноутбук уже на неделе окажется выставленным на Авитос за двадцатку. И его, разумеется, купят. Так что профит тут скорее перспективный, но тем не менее. Жаль, конечно, что водила сегодня не составил нам компанию. В конце концов, мог бы с нами эту вкуснотищу разделить. Но зато теперь, смотря этот ролик, он будет знать, что потерял. Кстати, на моих часах 22.40, и несмотря на отсутствие народа, кафе все еще работает. Так что, видите, сам город благоволит бизнесменам типа нас. А сегодняшний день был вполне результативным. Во всяком случае, кошкотянки теперь голодными точно спать не лягут. А мы тем более. Такая вот субботняя жеза, ребят. Надеюсь, было интересно. И всю информацию, что вы жаждали получить, вы получили. Стройте бизнес, несмотря на время и расстояние. А главное, зарабатывайте, друзья. И до следующего раза. Ну так вот, говорит, типа, я в школе сильно срать захотел. И в итоге я, короче... Посырал.